Но так и не поднялся в свою скромную квартиру в университетском доме на Южной. Здесь выросли его дети Аня, Лена и Миша и все семеро внуков. Сын высланных в Казахстан поволжских немцев, он не понаслышке знал цену правде, вере и теплу родного очага. Диссидент в годы застоя Вильгельм Генрихович распространял сам издат, возил его в рюкзаке из Москвы. Попался, лишили любимой работы за аморальное поведение. В перестроечном 92-м познакомился с женой Александра Солженицына, а потом и с ним самим. Встречал писателя в Томске и до последнего дня поддерживал с ним постоянную переписку. Именно он православный христианин, стал во главе регионального правозащитного движения, много лет возглавляя областную комиссию по правам репрессированных и общество мемориал. Без него томская четырехтомная книга памяти жертв репрессий никогда бы не состоялась. Вторым его домом на полвека стал университет. Выпускник и доцент Мехмата, специалист по теории вероятности и один из основателей КСЭ Томской комплексной самодеятельной экспедиции по изучению Тунгусского метеорита. Только мало знакомые с фастом люди удивлялись таким сочетанием. Страсть исследователя вела его по жизни. 67 лет, инсульт и в сухом остатке, как выражаются ученые, любящий круг близких, сотни друзей и гигантский архив, не последнее место в котором занимают пленки Булата Куджавы, которого он так любил. И уходя в далекий путь, в нелегкий путь, представьте дверь и не забудьте распахнуть. Открытой дверь оставьте. Отпевание состоится 3 февраля в 12.00 в Петропавловском соборе.